всем большой привет у меня есть вот такие осенние розы уже последние в этом сезоне такая интересная веточка с бутончиками и я решила сделать цветочную композицию а значит у меня хлопковая бумага формат а5 и я буду сегодня без акварельного карандаша сразу попробую написать с помощью акварели то есть я укололась будет такая вот розочка да и на дальнем плане вот такие бутоны фиолетового цвета бордовые дамы скорее всего значит приступил желтого бутончика на нем красные пятна сразу беру желтый цвет кадмий желтый достаточно хорошо вывода кисточка и кисточку беру плоскую можно обычно писать мне просто так захотелось композиция будет диагональная и сразу значит такое вот пятно немножко у меня сейчас получается дневной свет но на улице темно поэтому я включила люстру и она отсвечивает конечно так не не очень удобно плохо видно что потом получается значит вот здесь такое пятно дальше я немножечко возьму сюда такой оранжевый и зеленый оттеночек и рядом сделаю лепесток потемнее с этой стороны и вот здесь он тоже будет идти такой вот лепесточек так-то от розы но потом я уберу потому что если сейчас начну в мокрое пятно лезть у меня все потечет алый смешаю вот с оранжевым которым не на палитре и сюда я добавляю получается вот такие вот оттеночки немножечко пушка красного да потому что роза сама по себе с желтыми и красными лепестками вот форму лепестков я сделала и внутри розы да здесь тоже вот пусть пока это пятно подсыхает я потом немножечко там уточню кое-что ну вот здесь да вот хочется добавить тень и вот здесь вот лепесток сейчас немножко вот тоже по верху сделан другой дальше мне нужно сделать бордовый оттеночек я с таежной дымкой вот сейчас смешаю такой вот карминовый да и красивый вот эти штуки будут делать вот получается они вот сюда идут я сейчас прямо на мокрое залезла да ну что может не очень хорошо потому что так начинают растекаться зелененьким здесь вот пройдусь лепестки так и вот получается лепесточек листочек вернее дальше вот такая у меня здесь подставка идет и идет сам стебелек так потом вот сюда сделаю по бокам крепится здесь у нас листочки уже с одной и с другой стороны здесь например он такой будет потемнее и форма да я сразу придаем вот сюда идет лепесток бордовый свой пигмент дальше сюда продолжаю из форма листочка такая вот тоже листок с вкраплениями пигмента наверно не все-таки лучше поменять кисточку потому что там плоская не так уж удобно все делать все то же самое только вот верхний листок не получается вот мы делаем потеплее хочется сделать и я сейчас пройдусь по краю таким карминовым цветом потемнее сделаем по краю лепестка и в принципе можно на сам лепесток тоже добавить такие вот пигменты потому что на розах как бы есть интересные такие пятнышки да здесь я немножко подправлю потом листочки когда у меня немножко подсохнет вот и с этой стороны получается то же самое да надо сделать тоже вот я добавляю достаточно крупные листочки они в ракурсе поэтому боку более зеленый хочется цвет взять вот здесь листочек и на переднем плане вот сюда тоже сделаем такой лист вот они немножечко у меня расплылись все пока так дальше следующий листок пятно он тоже у меня получается в ракурсе и здесь по краям я вот такие вот пятнышки сделала вот сюда идет листок и вот на передний план немножечко как бы на нас уходит и дальше стебелек мне нужно продолжить здесь получается вот веточку тоже показать вот теперь тонкой кисточкой я сделаю более детально вот эту часть которая у меня расплылась так я опять таки начну с розы возьму тоненькую кисточку и сделаю здесь вообще все испортило ничего стоя попыталась сесть сейчас все размаживаю придачу наверное я схожу за феном что ли сходить просушить потому что вообще невозможно ничего делать так вот здесь да чуть-чуть и вот по этому краю лепесток делаем вот сюда уходят лепестки вот такой вот как кончик так теперь я возьму вот карминовый зеленым смешаем и получается тонкие листочки вот здесь надо сделать так вот они сюда идут сюда по бокам такие красивые и вот сюда тоже такой листик можно добавить с одной и с другой стороны вот дальше с этой стороны тоже самое такое достаточно сухой он выходит за пределы и вот сюда обволакивает нашу розочку и здесь получается только кончики можно доделать сухие да с этой стороны и более плавные переходы от кончиков тоже я сделаю под розочкой вот здесь вот тоже такая эта штука в тени как бы вставка и там вот тоже вот такая темнее как я понимаю что сейчас говорю тихо я вот примусь концентрирована на работе потому что тут серьезный процесс здесь пойти мне хочется сделать и по этой стороне по правой тоже пройдусь она у меня лежит как бы здесь вот тень скажем так так теперь эти вот веточки да тоже можно потоньше сделать и плюс еще здесь показать как идет центральная фактура да здесь здесь она очень хорошо прям видно я вот прохожусь по нашей розочки здесь такие пятна просто пока добавлю везде у меня немножко склеились их нужно как бы разделить друг по другом и здесь например кончики да вот сделать такую как резьбу с этой стороны и с этой аккуратно и с этой стороны то же самое дело центральная долине в общем прошлась еще некоторых местах я тонкой кисточкой вот и теперь хочу добавить плюс еще вот шипы да например здесь вот крепится достаточно острый и рядышком помельче сколько готов смотрит но с этой стороны да тоже можно добавить шип вот здесь такие мелкие так как как я как волоски да пусть и брюк где-то там там могут быть бедница тут тоже не переборщить вот и теперь я хочу добавить на дальний план вот такую ветку я не буду делать полупрозрачную чтобы это заполняла дальний фон буду использовать этот готовый цвет на палитре но сейчас в принципе можно его побольше сделать то южную дымку и такого вот кажется каррица карминовым больше и получается ну в принципе можно конечно посушить чтобы аккуратнее все получалось вот здесь большое количество бутончиков у меня аккуратненько мы их пишем дальше они вот так вот крепится и как бы плавно да тут раз два тут крепится получается здесь такие более тонкие да мы делаем здесь где-то у нас листочки здесь еще добавляю то есть все теперь я пишу по сути одной краской фон вот этот листочки и сам вот этот стебелек он тоже можно его сделать потолще от него вот сюда да можно немножко придумать по сути вот я листья добавлю такие вот фиолет ну уже не зеленые а какой-то у меня коричневый фиолет ну сложно назвать этот цвет такой серо-коричневый какой-то и сейчас я пятнышки добавляю сюда водичку в смысле и продолжаю максимально вот тонко да вот делать вот эти наши батончики на и вот тоже вот по сторонам да немножечко смотрят там такое как бы как кружочек с этой стороны так теперь засохшую вот эту вот розочку мы сделали стороны добавим немножечко вот сюда тоже такое интересное штуку листок и теперь с помощью тонкой кисточки я сделаю мелкие детали да вот на дальние веточки этим же цветом такая у нас композиция с розочками получилось открытка на этом у меня все до новых встреч и всем пока пока